Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я сегодня назвал эфир как вторая волна коронавируса и что делать. Сегодня официальные данные по Казахстану звучат не так мрачно, как в мире. Чуть более 130 человек были заражены коронавирусом. Я для сравнения скажу, приведу примеры, например, статистики в Соединенных Штатах Америки и других странах. Ну, например, только вот за ночь в Америке зарегистрировано свыше 16 тысяч человек, заболевших коронавирусом. И общее количество заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах Америки превысило 85 тысяч человек. То есть Соединенные Штаты обогнали Китай, где было более 80 тысяч человек, обогнали Италию, тоже чуть более 80 тысяч человек, обогнали Испанию, 57 тысяч человек и так далее. Но по этому поводу президент Трамп сделал заявление. Он сказал, что это связано в первую очередь с тем, что в Соединенных Штатах Америки существует более совершенная система тестирования. Они развернули массу лабораторий по всей стране, и поэтому американцы просто выявили больше заболевших коронавирусом. Ну и вообще, на самом деле, у нас есть статистика. Мы понимаем, что болезнь распространяется по определенной формуле, и мы можем оперировать данными уже в сравнении. Потому что американцы был период, когда очень так тоже пессимистично оценивали, что у них будет так развиваться болезнь. И вообще не оценивали в полной мере опасность этой болезни. Собственно, как это было везде. Было в Италии. Сейчас в Казахстане очень многие люди считают, что коронавирус это кем-то придумано, политическая болезнь и так далее. И, собственно, сам факт, как люди себя ведут на карантине, не только в Казахстане, а во многих странах, показывает, что в какой-то период люди заблуждаются, очень легко и наивно относятся. А когда количество смертей становится значительным, когда люди, в конце концов, осознают, что вот, оказывается, это очень опасно, для многих это оказывается уже поздно. Потому что они уже болеют коронавирусом, теряют близких. Собственно, сейчас уже очевидно, что коронавирус пришел в Казахстан давно, не в марте, как сказал главный санитарный врач 11-16 марта, плюс-минус неделя, к нам коронавирус наконец-то придет. К нам он пришел давно. Мы соседи с Китаем, и сейчас многие уже осознают, что еще в декабре прошлого года, в январе, феврале, большое количество людей просто переболело коронавирусом. А если были какие-то смерти, то их просто списывали на пневмонию или какие-то другие болезни, например, диабет и так далее. Вот, собственно, что было в реальности в Казахстане. На самом деле, очень легко сейчас говорить, оперировать эстетическими данными, и надо понимать, что они еще не отражают глубину проблемы. Потому что каждый из этих стран, включая Соединенные Штаты Америки, Англии и так далее, они не в полной мере осознавали опасность. Ну, собственно, даже премьер-министр Англии Джонсон не хотел закрывать страну, тянул до последнего. Ну, вот сегодня мировые СМИ обошла информация, что премьер-министр Джонсон тоже, оказывается, заболел коронавирусом. И фактически все члены правительства вынуждены уйти на режим самоизоляции. Представляете, поражено практически все правительство Великобритании. Вот, собственно, вот, скажем, недооценка развития этой болезни привела к тому, что большое количество сейчас заражены, и масштабы бедствия мало кто представляет. Большей степени представляет, наверное, ведущие страны мира, потому что у них развитая медицина, у них лучшие системы тестирования, лучшая система вообще во всем реагирования на те или иные события. И там, скажем, даже в этих условиях статистика, которая сейчас есть, хоть выглядит угрожающе, но на этом фоне Казахстан кажется вообще тише до благодать. Ну, давайте, ребята, мы будем по-другому считать. Если в Америке живет где-то 330 миллионов человек, а в Казахстане 18,5, мы можем грубо сказать, что мультипликатор коэффициент 20. То есть мы можем любую цифру в Казахстане, ну, например, заболевших коронавирусом, или в Америке, взять, разделить на 20 и сказать, что вот сколько в день должно быть заболевших коронавирусом. Если вот в Америке за одну ночь фактически зарегистрировано более 16 тысяч заболевших коронавирусом, нужно поделить его на 20, грубо, а реально еще меньше. И вы увидите, что мы должны регистрировать в сутки минимум по 800 человек заболевших. А вы обратите внимание, после того, как главный санитарный врач сказал, что якобы там математическая эта форма у них есть, мы посчитали, плюс-минус одна неделя, между 11 и 16 числом у нас наконец-то появятся заболевшие. У нас заболевшие появились приблизительно 13-14 марта, и вот за какие-то две недели в Казахстане зарегистрировано чуть более 130 заболевших. Как вы понимаете, несерьезно, потому что если просто делить количество заболевших в Америке, делить на 20, то мы выйдем на цифру минимум 800 человек в сутки. Если тестирование в стране будет налажено, в реальности цифра будет больше, потому что мы не соблюдали карантин. Очень много китайских работников приезжает в Казахстан, работает. Границы с Китаем у нас до сих пор открыты, мы получаем информацию, непрерывное видео, что КАМАЗы курсируют между Китаем и Казахстаном. Огромное количество товаров двигается в сторону Казахстана, поэтому то соотношение, которое я говорю, это как минимум справедливо. То есть в сутки у нас должно быть минимум 800 человек зарегистрировано тех людей, которые заболели. А у нас тут получается за две недели всего лишь 132 человека. Как вы понимаете, это лживая статистика, никто реально не тестирует, системы тестированные у нас по всей стране отсутствуют. Два города всего лишь на карантине. Поэтому, собственно, это говорит о том, что именно поэтому такая у нас статистика, и то она угрожающая. Наши представители власти заявили, что по этой математической модели, если исходить из того, какое количество сейчас зарегистрировано заболевших, приблизительно к 10 апрелю в стране будет зарегистрировано порядка 17 тысяч заболевших. Ну, это, наверное, так. Вы можете в среднем 800 человек даже в сутки, и через 10 дней вы получите минимум 8 тысяч. Ну, они по модели посчитали 17 тысяч. То есть вы видите, какая динамика. И понимаете прекрасно, что по всей стране болеющих очень много, и люди умирают. Эти просто смерти фиксируются под другой вид болезни. Теперь я в этой связи что хочу сказать. Сейчас Америка очень сильно встревожена. Во многих странах мира даже гигантские центры, где были ледовые поля, их перестраивают, переорганизовывают, делают морги, по сути дела. Вы представляете, там 400 тысяч, площадь огромная, выставочный комплекс в Англии, его переоборудуют под морг. Это ожидание количества смертей, когда морги будут все переполнены. Собственно, это происходит сейчас и в Нью-Йорке. Когда используются уже рефрижераторы для хранения умерших людей. Сейчас, я думаю, что, уважаемые друзья, мы все должны реально опасность ощущать, понимать. Вот сейчас начали уже просачиваться тельные видео, когда люди рассказывают, как их погибли близкие. И сейчас, к сожалению, единственный способ это самоизоляция, как можно меньше контактов. Да, сейчас наступили теплые времена, но надо понимать, что распространение коронавируса будет идти стремительно. Какие у нас будут последствия? Кроме того, что будет массовое заболевание и будет режим карантина наращиваться, усиливаться. Какие у нас будут проблемы? Сейчас, помимо всего прочего, стоит вопрос выживания людей, элементарного выживания людей. Многие даже вынуждены карантин ставить на какой-то другой план, не на первый, второй, третий и так далее. Потому что у многих сейчас, в связи с тем, что наступил режим карантина, они потеряли работу, наступает ситуация, когда люди просто не имеют возможности купить продовольствие, просто выжить, оплатить какие-то свои текущие расходы. Я, конечно, не злой оракул, но я хотел бы, чтобы мы видели трудности и опасности открытыми глазами, мы их встречали, понимая, как их встречать. В этой связи я хотел бы рассказать, какие трудности, какие проблемы сейчас возникли и возникают перед нашей страной. И я точно знаю, что наша политическая верхушка хорошо представляет масштабы бедствия, которые уже присутствуют в нашей стране, они просто их скрывают. Я могу даже это судить по злобным выпадам. Сейчас очень много появилось нурботов, которые просто истерично меня поливают. Везде распространяют фотографии и, скажем, лексика у них абсолютно ненормативная. Такого никогда не было. А это говорит о чем? Это говорит о панике нашей политической верхушки, что они напуганы. Они не хотят, чтобы я рассказывал правду, не показывал реальную ситуацию в мире, не показывал реальную ситуацию, которая складывается и уже сложилась в Казахстане. Но вы, уважаемые друзья, должны знать правду, поэтому я сейчас коротко расскажу мировую ситуацию не только по развитию распространения коронавируса, но и экономической ситуации. Потому что здесь, как я говорил, у многих возникла ситуация, когда на первый план возникает вопрос, как выжить. Давайте мы начнем с нефти. Итак, сейчас мне многие спрашивают, что будет в тенге, будет ли еще девальвации. Когда тенге был 382, я даже промежуток поставил времени на прошлой неделе. Я говорил, что будет цена тенге за доллар в промежутке 430-450. Как вы знаете, уже мы по факту живем в этом. И, собственно, только интервенция страны национального банка, искусственное ограничение покупки валюты, плюс это то же самое делает Россия, позволяет еще курс как бы держать на уровне 450-470. Но это искусственный курс, реально уже ситуация совершенно другая. Я хотел бы в этой связи сначала несколько буквально комментариев по рынку нефти. Это сейчас уже известно, я не открываю Америку. Вы можете зайти в интернет и убедиться в справедливости моих слов. Итак, после того, как страны начали закрываться, самоизолироваться, соответственно, люди по минимуму выходят на работу. Улицы такого большого города, многомиллионного, город как Париж, пустые. Вы это видите и в Китае, вы видите это в Америке, Нью-Йорке и так далее. Это гигантские города, в которых живут от 10 до 20 миллионов человек, они пустые. То есть, фактически, мало ездят автомашины и, соответственно, мало потребляют бензина. Ну и, следовательно, нефтеперерабатывающие заводы начинают меньше производить нефтепродуктов. Ну и, соответственно, эти нефтеперерабатывающие заводы начинают меньше покупать нефти на мировых рынках. Сейчас мировые рынки устроены следующим образом. Цена за нефть на сегодняшний день бренд, так называемый, ниже 25 долларов. Для информации я хочу сказать, что в начале года цена была 68. То есть, цена на нефть упала почти три раза. Но даже эта цена, это ближайшие две недели покажется сказкой. Наши нефтяники будут говорить, как же было хорошо, когда было 25 долларов за баррель. В реальности будет ниже. Я хочу по этому поводу откомментировать, почему. Сейчас Соединенные Штаты Америки тоже прекращают формировать спрос на нефть и нефтепродукты. Такие страны, как Франция и Италия, на 30% уменьшили спрос покупки нефти. 30%! В основном вся эта нефть ими покупалась на международных рынках. Крупнейшие производители Саудовской Аравии, арабские страны, Россия, сейчас столкнулись с проблемой. Проблемой, что нефти слишком много, а спрос каждый день падает и падает, потому что самолеты не летают, люди меньше начинают ездить, наступает. Сейчас теплый период. Все нефтехранилища в Европе фактически забиты нефтью, нефтепродуктами. Газохранилища в Европе тоже больше, чем на 50% забиты газом. Это вообще, ну, наверное, как минимум последние 50 лет такого не было в Европе. Не говоря о том, что просто была зима теплая. И если Газпром продавал год назад газ на границе фактически по 200 долларов за 1000 кубов, то сейчас цена уже стала 86 и прогноз, что в ближайшую неделю станет 50 долларов. То есть цена на газ уже сейчас упала больше, чем в два раза, а фактически упадет в четыре раза. Вы представляете, что происходит на мировых рынках? То есть спрос падает, плюс сезон теплый. И это все к чему приводит? Что избыток нефти на мировых рынках. Танкеры с миллионов тонн стоят на морях, в морях, в Балтийском море, или в Средиземном море, или в Мировом океане. Гигантские танкеры, заполненные нефтью, они просто стоят на месте, и эту нефть трудно продать. Потому что спрос упал, потому что мировая экономика начала останавливаться. А крупнейшие производители нефти, они же продолжают ее качать, ее не просто так остановить. И получается переизбыток сначала выливается в эти баржи, затем цены начинают падать, потому что спроса нет. И вот, собственно, сейчас в первую половину апреля, вот-вот, что называется, через две недели, ожидается, что цена на нефть упадет ниже 20 долларов. То есть сейчас уже 25 катастрофа для нашей страны, чтобы вы понимали, бюджет страны формируется из расчета 55 долларов, а уже 25, ниже 25. А в ближайшие две недели цена упадет еще ниже 20. И вообще есть угроза, что до конца апреля цена нефти упадет как минимум 15 долларов за баррель. Что это значит? Это значит, в нашу страну поступает меньше валюты. Это значит, что тенге будет девальвироваться. Судя по всему, если Национальный банк не будет сжигать резервы, то мы будем свидетелены, как в ближайшие две недели тенге упадет до 550 минимум. В течение апреля тенге дойдет минимум до 600 за доллар. Это вот прогноз. И я думаю, что маловероятно, что будет по-другому. Потому что мировая экономика замедляется. Где-то до конца апреля все ведущие страны мира будут поддерживать свой карантин. И трагедия еще заключается в том, что когда происходит карантин, люди покупают только продовольствие. Останавливаются производства крупнейшие, например, автогиганты, которые производят автомобили. Они все в основном ушли, остановили свою работу. Значит, они не формируют спрос на металл, из которых делаются автомобили. Резина, разные комплектующие. Это значит, что по этой цепочке остановится или резко уменьшит объем производства сталь-литейная промышленность. Те заводы разные, мелкие, которые часть комплектующих производят для этих автомашин. Это будут останавливаться нефтехимические заводы, которые производят разные изделия для производства тех же самых резиновых колес и так далее. То есть, глубина проблемы по всей цепочке резко расширяется. И плюс останавливаются кафе, рестораны, парикмахерские. Не имеют возможности продать товары, мебель, одежду. Масса, целый спектр потребительских товаров. И за этот период будет генерироваться спрос только на продовольствие. То есть, фактически, огромное количество промышленных предприятий, которые производят ту или иную продукцию, кроме продовольствия, начинает снижать объемы или вообще останавливается. Это тенденция, которая будет происходить в мире. А раз останавливается, значит, предприятие будет сокращать людей, отправлять без содержания, без заработной платы. Значит, у миллионов, у миллиардов не будет доходов, чтобы купить просто себе продовольствие. Вот сейчас вот такая, к сожалению, труднейшая ситуация в мире. И еще очень важные цифры. Я все это по-крупному говорю, чтобы вы понимали, что произойдет в нашей стране. Соединенные Штаты Америки зарегистрировали на февраль этого года количество безработных всего лишь 3,5%. Для сравнения, в Европе 5-7% считается нормально. 5-7% от количества работающих. В Франции был период 12% было безработных. Это только в таких лживых странах авторитарно, как Казахстан, рассказываются сказки, формируются лживые статистики, когда говорится, что безработных всего лишь в нашей стране 4,5%. Это как это? Мы что, лучше живем, чем Америка или лучше живем, чем Германия, где процент безработных около 5%? Конечно же, нет. Это мы прекрасно понимаем, что у нас безработных во много раз больше. Просто самозанятые, которые у нас реально больше 3 миллионов, их причислили, якобы они работающие. При общей численности работающих 9,2 миллиона человек, это огласит официальная статистика, у нас всего лишь порядка 4,5% безработных, ну 450 тысяч человек где-то грубо. Но кто-нибудь в это поверит? Нет, конечно, у нас миллионы безработных. У нас более 30% людей не имеют работу и не имели. Они получали статус самозанятых. Ну, конечно, они там были водителями или еще как-то там подрабатывали на улицах, самопроизвольных так называемых биржах стояли, искали работу. Их зачислили самозанятыми. Так вот, я для сравнения хочу сказать, чтобы вы понимали, что произойдет у нас в ближайшие 3-6 месяцев, а может даже раньше. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки было всего лишь 3,5% безработных. Это был рекорд, очень низкий показатель, которого не было последние 50 лет. Если считать, что в Америке не работает, точнее, работающих общее количество 160 миллионов человек, то 3,5% это порядка, ну, чуть менее 6 миллионов человек было. Это был для Америки и вообще для мировой экономики отличный результат. Что говорят теперь эксперты? Вчера Америка зарегистрировала количество, огромное количество заявок на получение статуса, получение пособия по безработице, и эта численность превысила 3 миллиона человек. Сейчас эксперты говорят, что уже в мае в Америке будет общее число безработных 13%. При этом, в этот 13% не учитывается очень много людей, так называемых, действительно самозанятых, которые получали, зарабатывали деньги на рынке, то есть минимально 13%. То есть количество безработных в Америке вырастет на 10%, приблизительно на минимум 15 миллионов человек. В Америке, где прозрачная статистика, где выстроенная система поддержки, вы представляете, масштаб бедствия, 15 миллионов человек будет безработных фактически, это вот в мае месяце, дополнительно. Ну и мы должны себе сказать следующее. Америка великая страна, самая лучшая экономика в мире, самая мощная. Есть и в Америке такие проблемы. Если плюс 10% только по мае месяце хлынет на рынок безработных, а что же будет в Казахстане? Ну давайте мы возьмем такую же статистику, скажем, всего лишь на 10%, хотя мы понимаем, что у нас впоследствии будет во много раз хуже. То есть у нас количество безработных должно быть, ну минимум на 10% вырасти в ближайшие тоже несколько месяцев, как в Америке. 3-6 месяцев, я так скажу. Если у нас количество работающих, как говорит официальная статистика, 9,2 миллиона, значит 10% если прибавить, порядка 1 миллиона человек у нас станет безработных в течение 3, максимум 6 месяцев. Я могу сказать, что скорее всего я оптимист, а в реальности ситуация будет хуже, мы будем иметь безработных больше, и я сейчас поясню почему. Вот представьте себе, что цена на нефть падает. Сейчас Россия не знает, куда продать свою нефть, потому что саудиты агрессивные дают цену, захватили Европу, торгуют по всему миру, ну и плюс спрос упал. Спрос, представьте, если в мировой рынок спрос упадет на 30% минимум, это обвал нефтяных цен. То есть вот эта неделя еще цены хоть падали, но относительно не сильно падали. Но как только с 1 апреля все соглашения, которые подписал ОПЕК, снимают ограничения, каждая страна теперь уже выходит из этого соглашения и производит ровно столько, сколько считает нужным, а Саудовская Аравия обещает минимум на 25% увеличить объем производства. Это значит в апреле будет нефть еще больше. Ну не говоря о том, что спроса нет, спрос упал. Значит гигантский избыток нефти приведет к обвалу цен на нефтепродукты уже в начале апреля. Что это значит? Это значит, что наши нефтедобывающие компании будут работать в убыток. И чтобы этого не было, что они должны делать? Они прекращают платить смежникам, которые проводят разные буровые работы, строительные работы, разведывательные работы. Значит все это будет остановлено. Строители, какие-то другие работы, они будут приостановлены и наши нефтедобывающие компании не будут в состоянии оплачивать по контракту свои обязательства. Начнется массовое сокращение. Они уже сейчас идут. Но буквально через месяц-два на рынок труда будут выброшены нефтяники, их подрядчики. Ну и когда падает спрос на металлы, когда останавливаются автогиганты, тогда будет падать спрос на медь, на цинк, на черный прокат, на сталь. А это та самая индустрия, которая в Казахстане именно типа Арселор Миттал, Касцинк, группа предприятий Казахмыс, Свинцовые комбинаты. Угледобывающие компании сбросят объемы производства, потому что если эти предприятия будут меньше производить свои продукции металлургические, значит они будут меньше потреблять электроэнергии. А электроэнергия в основном у нас в стране производится на угле, значит будет меньше угля, значит угледобывающие предприятия тоже сбросят объемы производства. Значит там тоже будет сокращение. Это весь Павлодарский регион, угольные разрезы, они должны уменьшить резкий объем производства угля. Меньше электроэнергии, то есть начнется цепная реакция. И вот представьте себе, что особенно когда развивается коронавирус, закрываются кафе, рестораны, парикмахерские, меньше будут люди пользоваться услугами такси, и в основном будет покупаться продовольствие, значит те компании, которые торгуют одеждой, мебелью, еще какими-то другими товарами, которые не связаны с прямым потреблением человека, как в продовольствии, они потеряют возможность продавать свою продукцию. Для справки, по февралю китайцы продали на 80% меньше автомобилей, чем в предыдущий месяц, на 80%. Значит наши компании, которые или производят, или продают автомобили, они тоже потеряют объем продаж. И не будут заказывать где-то в другой стране мира, как потребители. Вы представляете, да, что будет? Это будет массовое сокращение фактически по всем отраслям. Малый и средний бизнес, простый бизнес, страховой бизнес. Все виды бизнеса, кроме продовольствия, они потеряют возможность продавать свою продукцию в таком объеме, значит тоже будет массовое сокращение. То есть, в ближайшие несколько месяцев безработица будет стремительно раздостаться по всей стране. И в течение максимума 6 месяцев, максимум, на рынок труда будут выброшены не менее 1 миллиона человек. Я еще сейчас хочу цифру вам сказать. Сейчас по официальным данным 450 тысяч человек не работают. А вы представьте, миллион, миллион те, которые имели работу в нефтегазовой индустрии, на строительстве, на добыче тех или иных или переработке руд и металлов, там будут массовые сокращения. Миллион людей, которые работали, имели кредиты, ипотечные, потребительские и так далее, потеряют доходы и не смогут оплачивать свои кредиты. Это я вам говорю очень скромную цифру. В ближайшие месяцы на рынке труда окажутся безработными минимум плюс 1 миллион человек. И я прекрасно понимаю, что тот сценарий, который я говорю, в правительстве уже есть. Потому что это все на поверхности. Если заняться, потратить буквально несколько часов, все, что я говорю, уже озвучено мировыми исследовательскими институтами. И очень легко сделать анализ. Я, во всяком случае, могу сделать буквально за несколько часов, что произойдет в той или иной отрасли в нашей стране. И я уверен, что и правительство это знает. И не случайно они все мои выступления сопровождают гневными комментариями, поливают меня, потому что сейчас получается так, что я раскрываю реальность, показываю. Почему они нервничают? Потому что сейчас в этой ситуации на страну надвигается серьезнейшая катастрофа. И я вам могу так сказать, что в 29-м году и плюс 10 лет до почти до 40-го года в Америке была так называемая Великая Депрессия. Было тогда свыше 20-ти миллионов безработных. Почти половина аграрной продукции находила сбыта. То есть это была вообще катастрофическая ситуация в Америке, называемая Великая Депрессия. Она затронула тогда ряд других ведущих, другие ведущие страны. Так вот, собственно, мы сейчас находимся перед ситуацией, когда Великая Депрессия будет и в Казахстане. Она будет не только в Казахстане, она будет и в России. И мы все должны это ясно осознавать. Сейчас вы находитесь на карантине, у кого-то какие-то есть запасы. Человек так устроен, живет надеждами. Это хорошо. Надежда должна быть всегда, до тех пор, пока жив человек, пока он способен на действия, решительные действия. Это мотивирует человека, чтобы он жил дальше, воспроизводил, зарабатывал, строил страну. Это нормально. Это нормальный инстинкт вживания человека и человечества. Но, тем не менее, мы не должны обманывать граждан, не должны вводить в заблуждение, не должны сваливать все на мировой кризис, когда аргументы и возможности у нас в наших руках, мы должны добиться, чтобы правительство действовало, а не сваловаться пальцем, не показывало, что вот там в мире произошло, что сделаешь. Что произошло, то произошло, как говорит Токаев. И давайте просто будем лежать и ждать, как мир будет меняться. Мы должны действовать. Собственно, я для этих целей рассказываю ситуацию, которая сейчас на ваших глазах. В ближайший месяц-два все это произойдет. Мы сейчас должны, по сути дела, в этих условиях спасаться. В первую очередь нужно выплывать, что называется, из месяца в месяц. А что значит из месяца в месяц? Это значит, правительство должно оказать поддержку. Когда Токаев говорит, что у страны есть 90 миллиардов долларов, то мы должны увидеть эти деньги в действии. И сейчас главная цель людям в первую очередь выжить. Значит, деньги должны быть выделены. Если Америка, богатая Америка, каждому человеку выделила по 1200 долларов раз, плюс за каждого ребенка 500 долларов два, плюс гигантский пакет многомиллиардной поддержки бизнеса, значит, мы в этом своем соотношении, минимум деленный на 20, мы должны тоже это увидеть и в нашей стране. Как я говорил, что мы должны потребовать от правительства пакет инвестиций. Разведение этой ситуации, чтобы наша страна могла выплыть, минимум 30 миллиардов долларов, должно быть брошено на решение всех этих проблем. как борьбы против коронавируса, так и спасение рабочих мест, спасение нашего бизнеса. Уважаемые бизнесмены, малый и средний бизнес, я, в принципе, уже вчера говорил, что вы нашли свою нишу, и работали, выживали. У вас есть или были какие-то накопления, инвестиции, организованы рабочие места, вы каждый день трудились, но вы должны понимать, что сейчас будущее вашего дела находится под угрозой. То есть сейчас малый и средний бизнес по всей стране будет разорен. И не только малый и средний бизнес, бизнес и крупный, и средний, разный, он будет разорен, потому что будут останавливаться предприятия, потому что ваша продукция не будет иметь сбыта, потому что весь мир оказывает поддержку своим предприятиям. Ну, например, в Германии предприятие численностью 5 человек получает помощь 9 тысяч евро. Если количество людей больше, допустим, 50, получает 25 тысяч евро безвозмездно. Вот, собственно, что сделали Германия. Я привожу пример. Или Англия 80% заработной платы, они компенсируют прямо платить из бюджета страны. А что мы слышим? Мы слышим только, что наше правительство какие-то налоги не будет взимать до конца года или на год. Якобы будут какие-то кредиты, поставки 8 годовых. Но вы прекрасно понимаете, что эти деньги до вас не дойдут или дойдут тогда, когда от вашего бизнеса фактически ничего не останется. Поэтому вопрос стоит, что в ближайшее время цены на нефть упадут. Уже сейчас спрос на продукцию будет стремительно падать и десятки тысяч людей потеряют работу. И тот пакет на сумму 10 миллиардов долларов, который озвучил Такаев, это мифический пакет. Якобы полтора миллиона человек будут иметь доступ к помощи 42 500 тенге. Но представьте, эти полтора миллиона человек должны идти в Акимат, доказывать, в условии, когда существует карантин, они будут сами, по сути дела, становиться жертвами коронавируса, потому что они будут массами ходить, доказывать, что им нужны деньги и все прочее, и параллельно заболевать коронавирусом. То есть правительство объявляет карантин с одной стороны, а с другой стороны вот такого рода механизм получения помощи приводит к тому, что создается ситуация по возможности массового заболевания. И в мире очень простой механизм. Ну представьте себе, они задумали какой-то пакет, куча волонтеров бегает, тоже становится, как переносчиками этого коронавируса, ходят по квартирам, какие-то пакеты небольшие отдают, которые хватит на 1-2 дня. Это бессмысленно никому не нужная работа, когда давно мир придумал простой механизм. Заплатить деньги каждому на счет, и человек сам пойдет купить то, что нужно. И мы такой механизм предложили, по 50 тысяч тенге. Каждому человеку эта семья получит 200-400 тысяч тенге, в зависимости от количества членов семьи. Тогда опять население где-то на месяц будет, в течение месяца, кто-то больше будет на плаву. Сейчас важно сохранять возможность функционирования жизнедеятельности. Важно сохранить бизнес. И, уважаемые друзья, я сейчас по сути обращаюсь к бизнесу. Я, конечно, сейчас в полной мере не рассказал. Для простого человека, наверное, много из того, что я сказал, не очень понятно. Но если вы несколько раз послушаете, вы поймете, что это действительно такая закономерность. Выстраивается, вы походите по улицам, вы зайдете в какие-то магазины, вы придете какими-то своими деньгами, вы придете в такой продовольственный магазин, вы не будете покупать ничего, кроме продовольствия. А те компании, которые торгуют той или другой продукцией, они будут сокращать людей, увольнять продавцов, закрывать свои офисы. Это все произойдет и уже происходит на ваших глазах сейчас. Если бизнес только вчера еще мог не заниматься как бы политикой, стоять в стороне и выживать, то, к сожалению, сегодня для бизнеса наступили тяжелые времена. Сейчас будет серия банкротств, при том всем, что правительство требует, чтобы вы не закрывали свои рабочие места, но реальной помощи вы не получаете. Что надо делать? Конечно же требовать. Все требования, о которых я говорил, они должны остаться, их нужно озвучивать в социальных сетях, выступать, писать письма. Это все должно быть. Необходимо подписаться на канал 1612, на канал Мухтара Блязов. Каждый день мы будем вещать и рассказывать, но этого недостаточно. Мы все время говорили, что нашему народу нужно объединяться, консолидироваться, что наступит момент, когда этот протест, когда голодные люди будут требовать от власти, они не посмотрят ни на карантин, ничего, потому что им есть нечего. Это происходит не только в Казахстане, во многих странах мира, но там эту проблему решают быстрыми действиями, быстрыми решениями. Мы все прекрасно понимаем, что наше правительство это не сделать, сделать только тогда, когда будут массовые протесты. И они скоро будут. И мы должны быть готовы, мы должны быть организованы, потому что, когда начнутся массовые протесты, в первую очередь пострадает бизнес. Люди будут приходить в ваши магазины, небольшие лавки, крупные торговые центры и выносить все. Выносить на ваших складах, выносить в ваших магазинах. Это уже во многих странах мира фиксируется, наблюдается. И в интернете много таких случаев зафиксировано. Поэтому мы должны добиться того, чтобы этого не было. Мы говорили ранее, что необходимо создавать специальные ячейки, где объединяются люди, доверяющие друг другу. Но сейчас обстановка поменялась. Если мы год назад, полгода назад действовали в полуподпольных условиях, сейчас нынешние события будут подталкивать, чтобы люди действовали открыто. Я сегодня выставлял в интернете, показывал, как группа недовольных граждан открыто говорили, где Назарбаев? Где эти 200 миллиардов долларов, которые ты украл? Где Тимур Кулебаев, миллиардер? Где Булат Назарбаев, миллиардер? Где наши деньги? Люди уже открыто это говорят. Их дети голодают, они требуют. И завтра с каждым днем будет все больше и больше этих людей. И наступит момент, когда эта возмущенная толпа будет сметать не только хардов, но и в том числе ваш бизнес. Бизнес, торговый центр и все прочее. Поэтому, уважаемые бизнесмены, наступила ситуация, когда вы не можете стоять в стороне. Именно вы должны организовывать своих людей. У кого в компании 5 человек, у кого 10, у кого 100, у кого 1000, у вас нет выбора. Или вы оказываете давление на правительство, чтобы оно быстро, решительно действовало. Оно не будет действовать, потому что вы знаете, президент мебель Назарбаев пропал. Деньги они хотят дать только тогда, когда совсем уже критические ситуации. Они всегда запаздывают. Это было всегда. И они на кризисе всегда зарабатывали. Но сейчас совершенно другая ситуация. Им даже бежать некуда. Вообще это уникальная хорошая ситуация. Назарбаеву некуда бежать. Он не сможет улететь, не смогут улететь его зитья на своих самолетах, потому что страны закрылись. Они их не примут. Вообще уникальная возможность с них спросить. Они когда попытаются убежать, они максимум все, что сделают, убегут в степь. Может быть в Россию максимум. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые бизнесмены, нам сейчас действительно нужно обедняться, бизнесу нужно задуматься. И то, что я говорю, я надеюсь, вас простимулирует взглянуть, посмотреть мировую прессу, посмотреть исследования, посмотреть на статистику. Если у вас сейчас относительно спокойная ситуация, это ничего не значит. Это значит, что ураган вы увидите, когда он появится, и он будет для вас неожиданный. Мое выступление, как бы подготавливает ваше сознание, чтобы вы знали, ситуация очень опасная. И эту критическую ситуацию можно смягчить, сгладить, но остановить невозможно. Миллион безработных хлынет на рынок труда в ближайшие 3-6 месяцев. В ближайший месяц тенге упадет и будет стоить 550-600 тенге за доллар. Это все произойдет в апреле. Это значит, импорт будет дороже значительно. Это значит, товары подорожают минимум на 50%. Это значит, что вы потеряете работу. Это значит, у вас не будет денег. Это значит, что завтра разъярена толпа будет сносить магазины, торговые центры и забирать себе то, что они будут люди считать принадлежительным по праву. И если сейчас бизнес не мобилизуется, не усилит свои требования на правительство, как минимум, а во-вторых, бизнес не будет готов организовывать своих людей, то масса снесет в том числе и их. Поэтому я хочу озвучить следующее. Мы должны готовиться. Нет никаких шансов, уважаемые друзья, кроме как добиться смены этого политического режима, объединиться всем бизнесу, в том числе, который сейчас как бы в стороне, и совместными усилиями добиться смены режима, построить нормальную страну, нормальное управление и участвовать в управлении государством. Потому что когда такая сложная критическая ситуация, на всех уровнях власти, в системе государственного управления, для того, чтобы участвовать в грамотном управлении железной дорогой, связи и других предприятий, нужны грамотные и талантливые бизнесмены, которые сумели с нуля построить свой бизнес. И нужен ваш вклад в развитие такой новой страны. Нам будет трудно. Без вашей помощи нам будет трудно. Но если вы сейчас не мобилизуетесь, не организуетесь, вы потеряете то последнее, которое у вас сейчас, как вы считаете, есть. Очень внимательно, пожалуйста, послушайте мое обращение, изучите то, что происходит в мире, посмотрите, как идет борьба с коронавирусом. И поймите, что мы сейчас на пороге очень сложного времени, очень сложного. Такого в нашей стране не было. Мы стоим на пороге Великой Депрессии. Поэтому, уважаемые друзья, смысл сегодняшнего моего выступления предостеречь, рассказать, чтобы вы понимали, что если мы не будем от правительства требовать быстрых решений, ситуация будет усложняться, все будет становиться хуже. Мы в любом случае, в любом случае выйдем из этой ситуации, выйдем и отстраним это правительство, потому что оно недееспособное. Но потери могут быть серьезными. Я на этой ноте завершаю свои выступления. Вы увидите, все мои комментарии, они подтвердятся в ближайшее время, или более того, они уже подтверждены различными исследованиями, теми событиями, которые происходят в мире. Сокращение, падение цен на нефть, развитие коронавируса. Это реальность, которую вы увидите ближайшую неделю, два. До встречи в следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok